Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день. Среди части сетевиков существует такое, бытует такое мнение, что мотивация людей это что-то такое не очень приглядное. Это свидетельствует о неспособности того, кто мотивирует людей делать свою работу более такими цивилизованными, современными и независимыми методами. Ему обязательно надо мотивировать людей. Вот это вот бесконечная мотивация. Мотивация, мотивация, мотивация. И говорят они, нет, больше предложить ничего не может, кроме как мотивировать. Ну, конечно, если у тебя кроме призывов ничего нет, то понятно. Но я очень серьезно отношусь к тому, что лидер, зарядное устройство, о котором я говорил, его одна из основных, главных обязанностей лидера состоит в том, чтобы поддерживать своих людей. Вдохновлять их, приободрять, вселять в них уверенность и силу. Внушать им, что они способны на гораздо больше, чем они думают. Возрождать в них дух, высвобождать их потенциал. Для этого надо находить нужные слова, нужные примеры, нужные истории. Свой личный пример использовать, чтобы побуждать людей. Вот это все вместе называется мотивацией. Все великие, все люди, которые в своем деле стали проворными и добились экстраординарных результатов, они все обладали важной способностью мотивировать людей, влиять на людей. И это очень ценно. И развивать в себе это качество каждый, кто намерен преуспевать, просто обязан. Я недавно на тренинге рассказывал своим партнерам историю о том, как умные люди мотивируют других людей и добиваются в этом сверхвысоких результатов. Расскажу и вам, а то эта история сейчас в низком качестве будет где-нибудь бродить по интернету. Я лучше сам ее здесь расскажу. История про одного человека. Он работал султаном, образно говоря. Ну султан. В одном государстве был султан. Такой умный, талантливый, сверходаренный человек. Жестокий, дерзкий, сильный, мощный, волевой. Ну короче говоря, очень способный человек. Он все население поставил в соответствующее положение соседей всех. Так напряг, что все перед ним шапку ломают и дань ему отдают. Ну короче говоря, впереди весь мир у его ног должен был лежать. И вот все, он развивается. Популярность, авторитет, мощный такой. И вдруг пришла беда. Его разбил паралич. И молодой там 40-летний мужчина, у которого гарем один только там 20 тысяч женщин, лежит неподвижно, как чурка, одни глаза. И конечно, при его возможностях начался процесс извлечения, поиска того, кто его исцелит. Прошли десятки талантливых людей, готовых помочь ему. Никакого результата. И он уже стал терять веру, потому что ничего не помогает лежить. Такое богатство, столько всего, такая сладкая жизнь впереди, а его разбил. Кондрашка, короче, хватило мужика, султана. И вот он лежит. И однажды во дворе своего постучался какой-то человек, и слуга доложил, что министр его, что вот стоит какой-то там дервиш, оборванный, оборванный, но обещает, что гарантированно может исцелить его от страшного недуга. Любой человек, он готов был принять любого, он глазами показал «давай». Он все слышит, все понимает, только говорит, не может двигаться, не может вообще лежать неподвижно. И движениями глаз управляет своим государством, все подчиняется ему по-прежнему. Приходит этот молодой человек и говорит, что я могу, султан, тебя исцелить, но у меня есть условия. Я стопроцентную гарантию даю, при условии, если ты будешь делать, как я скажу, то говорит, я согласен. Значит, два условия. Первое условие. Мы остаемся с тобой один на один во дворце. Ни единой души, ни телохранителя, никого, никаких министров, никого, ни слуги, ни прислуги, никого. Мы один на один. Это первое условие. У ворот, все должны быть далеко удалены, у ворот этого замка твоего, значит, дворца, должен стоять самый лучший скакун и на нем навьючены два мешка с золотом за мою работу. Если ты принимаешь эти условия, я даю 100% мой гарантию. Если я тебя не исцелю, можешь срубить мне голову. Он глазами показал, что он согласен, готов на сеанс исцеления. Все были удалены немедленно, скакун самый лучший поставлен с золотом. И они остались один на один. И вот этот парень, целитель, который так робко вел себя, стоя у его ног, у его громадной постели, вдруг с ногами, с грязными залазит на его кровать и говорит, небрежным голосом, говорит, ну ты и лох. Я думал, ты султан. Я думал, ты с мозгами. Захватить столько территорий, покорить столько народов, завоевать столько земель, заработать столько денег и попасться на удочку такого человека, как я, проходимца. Разве не видно по мне, что я просто проходимец. А ты лох, понимаешь, ты лох. Никто никогда в жизни, с детства не разговаривал с султаном подобным образом. У него желваки вздулись, вены на голове вспучились, глаза из орбит лезут. Он хочет сказать ему что-то такое, ну то, что он знает, что сказать. Бешенство, ярость овладели им. Но лежит, как чурбан, ничего, ни звука, ни мыка, ничего не может сделать. А тот пуще прежнего. Он говорит, да кто ты тут пучишься, слушай, дружище. Ты просто дурачок. Я тебя кинул, посмотри. Деньги вон они, никого нет. Что хочу сейчас, вазу твою любимую могу сейчас разбить, могу наплевать в нее. Да что вазу, я сейчас к тебе плюну. И он прицелился и плюнул ему прямо в глаз султану. Вы можете себе представить, что это такое? У султана аж дух потом покрылся, ну его всего аж корежит. Руки сжимаются в кулаки. Он начинает извиваться. Ну что-то же надо делать, надо же уничтожить этого мерзавца. А тот пуще прежнего, издевается над ним. Говорит, да ты лежишь как обрубок, понимаешь. Ты не мужчина, ты вообще никто. Я вот захочу, на тебя сейчас даже пописываю. И прицелился и взял его, и описал султана. Ну все, тот уже ищет саблю, ищет, где у него сабля всегда лежала, встать не может. Тот говорит, ну ладно, все некогда мне тут с тобой. Хорошо, скажи спасибо, что кроме как пописать я больше ничего не хочу. А то бы я тебе сделал тут, устроил. Ты просто дурак, понимаешь. Ну все, просто султану жить дальше невозможно. У него образовалась мечта, цель. У него появилась такая мотивация. Одна единственная в жизни цель. Поймать и своими собственными руками этого гада, этого мерзавца, эту сволочь. Эту пыль растоптать, раздавить, разорвать, искусать. Короче говоря, искромсать, уничтожить. И желание было таким сильным, таким мощным. Эмоции настолько его переполняли, что он сполз с кровати каким-то чудом и пополз к этому. Неизвестно, откуда брались у него силы. Неизвестно, почему у него вдруг появились движения, способность двигаться. Он хотел поймать этого человека. А тот медленно выходил из этого. И хихикал над ним, и хохотал, и издевался. И такие обидные слова находил, что просто... И в конце концов он уселся на коня, а тот двигался за ним. Схватил какую-то лошадь и поскакал за этим гадом. И в голове только одна единственная цель. Поймать, поймать, поймать и уничтожить. И вот они летят, через некоторое время уже оба во весь опор летят. Впереди этот целитель с мешками денег на лучшем скакуне убегает. А за ним разъярённый, пышащий, ненавистью, злобой, гонимой жаждой мести уничтожить, уничтожить, убить, истерзать. Вот его главное. Цель поймать. Только бы поймать, собственными руками раздавить за такие оскорбления, которые нанёс ему какой-то обыкновенный оборманец, ему, самому султану великому. И вот уже он его как бы догоняет. И вдруг этот целитель останавливает свою коня, разворачивается, поднимает руки и едет ему навстречу. И тот с саблей, летит с саблей, занесённой над этим, и только его хотел. Он говорит, султан, я обещал тебя исцелить, посмотри на себя, ты в седле снова с саблей. И разъярённый султан усмирил свой гнев и вдруг осознал, что он снова на коне, что он снова здоров, что он снова держит саблю, что он может. И благодарность за то, что он встал, была гораздо круче, чем жажда мести. Он утихомирил свой пыл, свою злобу и простил этого человека и отправил его на свободу, посвоясь. Мораль всей басни такова. Если в тебе кто-нибудь придёт и разожжёт в тебе огонь, наплюёт тебе в глаз, или пописает тебе на коленку, или скажет тебе обидные слова, или найдёт хорошие слова, или подыщет тебе какой-то другой ключик, и ты встанешь и сделаешь то, о чём ты мечтаешь, чего ты страстно хочешь, если этот огонь, который возникнет в тебе благодаря действиям этого самого мотиватора, приведут тебя к цели, то спасибо тем людям, которые умеют мотивировать других, кто научился это делать, несмотря ни на что. А все умники, которые говорят обо всём прочем, пусть удовлетворяются тем, что у них есть. Без мотивации. Всего вам доброго.